Привет, друзья! Это новый влог. Традиционно его записываю с нашей уютной парковочкой. Только сейчас нахожусь под навесом, потому что очень жарко. Давайте вам немножко покажу погоду. Сегодняшний видос будет посвящен тому, что мы с Катюхой будем развлекаться в зиплайн-парке. Я, к сожалению, в нем не был, хотя прожил здесь достаточно долгое количество времени. Хотя, что, к сожалению, наоборот, интересно, новые эмоции. Нашел я его исключительно через гугл-карты по отзывам. Вот, прикладываю вам картинку, чтобы вы понимали, как он называется, если вдруг приедете на Кукет и тоже захотите хапнуть адреналинчика. Вот, а прежде чем поехать в парк, мне надо будет сейчас сдать свой байк PCX, вот этот красный. Ну, вы спросите, нафига? Он же тебе очень нравится. Смотрите, он стоит 8 тысяч бат в месяц. Это почти 17 тысяч рублей. И при этом я на нем очень редко стал кататься, потому что работа в будни. По утра мы стали дрыхнуть, в основном, если катаемся куда-то, то поесть и обратно потом домой. И в выходные, ну, как-то мы тоже перестали кататься далеко за Пхукет, поэтому проще его сдам. А ездить будем на Катюхином красном скупике. Вон он стоит, его практически не видно. Так, помните, 469 километров на нем было, когда его снял. Сейчас 3,310. Ну, практически 3 косаря, без малого. Ой, еще я вам не похвастался то, что недавно купил себе Apple Watch. Человек, который зарекался, что у него их никогда не будет, но очень понравились. Уговорила Катюха, говорит, ты вот все время какие-то часы покупаешь, какие-то функции ищешь. Купи себе Apple Watch, там все это есть. Ну, вот я сдался и пользуюсь ими уже четвертый день. Очень доволен, прям клевый. Я думал, что придется заряжать их каждый день, но по факту раз в два дня. Еще они меня мотивируют вставать, когда я работаю, немножко разминаться. Ну, и показывают кучу-кучу всякой разной статистики. Конечно, сейчас Apple Watch'ами никого не удивишь, но вот они у меня появились. Это восьмые, на всякий случай, и взял я их со скидкой. Не знаю почему, 15700 бат. Это очень дешево, потому что Катюхи на Новый год мы покупали за 20000 бат. Все, он больше не увидит этот парков. Я специально в очках, чтобы не видно было слез, мои. Да. Да ладно, я на самом деле не грустил. Не, мне грустил. Я лучше за эти бабки тебе костюмов накуплю. Вот, например, классный, смотрите. Единственное, конечно, не с подручным. Но в Пхукете, потому что он черный. А черный притягивает солнце. Ну, я специально не одевала белое, светлое что-то, потому что на зиплане, я думаю, страховка. Да-да-да, я, кстати, хотел тебе сказать, чтобы ты не похерила его. Там, мало ли, человек держа в этом, да? Да, она может его как бы распачкать. Я хотела что-то сказать. А, тебе не грустно, а мне грустно. Я так и всему привязываюсь быстро. Ну, это байк. Ничего страшного. Тем более у тебя твой остается. Ой, как классно, сейчас Катюха меня повезет. Я когда болел Денгешечкой, Катюха меня уже возила с больнички, поэтому я не переживаю. А первое время немножко мне стрёмно было, если честно. Единственное, у меня сейчас булки мои, господи, сгорят. Каждый раз об этом говорю, как в первые, но действительно, очень они жарят. И надо будет байк нам заправить. Одно деление осталось, когда поедет, будет два. Ну, все равно. Ну, давай, выкатывайся, как тебе удобно. Я буду садиться. Ой, как удобно мне сейчас. Я могу видосики записывать сзади. Обычно у меня не получается, я тебя прошу. А так и подводочки, и какие-то мысли. Все, навигатор мы завели. А сколько ехать, пишет? Сколько? 24. А, окей. 24 минуты. Недалеко. А вы, может, еще спросите, а что вы сдали бы с Купи и оставили себе PCX, если он получше? Ну, я скажу так, что Катюхе неудобно за ним рулить. Он очень большой, а с Купи ей удобен. А мне-то пофигу на чем. Поэтому как-то так. Ну, и мы продолжаем ехать. Катюха рулит. У меня два аттракциона. Первый это вот с Катюхой на байке, а потом с зиплайн. Полный обзор ВКПшки. Вы смотрите у Катюхи на канале. Она там минут 10 рассказывает, показывает все. А я вам покажу только блюда. Я взял себе вот такую красоту. У меня тут митбол, брусничный соус, немножко картошечки. Это у нас соленые огурцы малосольные. А у Катюхи стейк сэлмон. У него тоже есть патета, пюрешка по-русски и овощи. Выглядит замечательно. Я себе напиток лич еще взял. И, господи, прилип. Ну, и хлебушек чесночный. Нравится нам здесь. Все, приятного аппетита, Катюх. Мы сытые и довольные. Выдвигаемся сейчас в зиплайн парк. Хотел вам очень быстренько показать теплицу. Рассказывал то, что Вика Файни сами выращивают зелень. Это малая часть. Там еще есть. Ну, и по поводу зиплайн парка. Немножко хотел остановиться. Стоит он недешево. Билет на одного человека стоит 2 990 бат. То есть на двоих мы потратим шестеру. Ну, а в рублях это почти 14 тысяч. Поэтому, ну, дороговато, я бы сказал. Учитывая, что тот же аквапарк, например, который нам очень сильно понравился, стоил полторы на человека. Надеюсь, это того стоит. Время сейчас уже начало четвертого. Но я надеюсь, что нам все равно хватит времени. Мы уже на подъезде к парку. Тут такая дорога красивая, ребят. Прям деревья. Ну, практически над головой. Всякие насекомые. Очень уютно это выглядит, да? Да. Прям живописно. Офигительно. И каждый несколько метров лежачий. Ну, лежачий, ничего страшного. Джунгли, блин. Это, конечно, очень красиво. Ну, немножко страшновато. Особенно в вечернее время. Мы лошарики. Приехали сюда не вовремя. Дать около двух часов. Очень много людей. И, к сожалению, сегодня у нас ничего не получится. А завтра мы, по идее, с тобой запланировали аквапарк. Либо перенести эту активность на через неделю. Вот. И приехать сюда к 10 утра. Потому что я, честно говоря, завтра, ну, прям настроен на аквапарк. Я хочу на этих плюшках страшных покататься там и так далее. Не знаю даже. Ну, потому что здесь я два часа ждать не хочу. Там только что видел, как чувак скатился. Вот. Вот там было. Но я не успел заснуть. Не знаю, расстраиваться или нет. Вот то полдня просто взяли, продолбали. Ну, проснулись поздно. Пока раскачивались. Видео записывали. Байк сдали. Поели. И вот сейчас полчетвертого. У нас не так много, как бы, вариантов. Ну, то есть в аквапарк сейчас ехать точно не нужно. Ну, потому что... Еще и по погоде непонятно что. На меня даже вот пару капелек сейчас упало. Ну, ничего страшного, да? Не будем расстраиваться. Вчерашний день не удалось спасти. Ну, мы просто сходили в ТЦ. Купили очередную порцию костюмчиков для Кати. Не знаю, будешь ли ты их показывать потом. Но я у себя нет. Сегодня у нас по планам аквапарк, как я и говорил. Но записывать я не буду. То есть этот влог, он такой. Я показываю какие-то кусочки нашей жизни. Сами уже видели, что там особо не поснимаешь. Потому что не разрешают. А сейчас мы поедем кушать в новое место. Как оно называется? Коэн. Коэн. Какое-то на Равайском побережье. Там есть шавуха и что-то еще. А почему про шавуху я заговорил? Потому что в лаке 13, все, ушла эпоха. Я их так хвалил. В итоге они изменили меню. Там всего 4 шавухи осталось. Раньше было 12. Катюх там делала такой мейк-салат. Сама набирала всякие ингредиенты. И ей было вкусно. Просто отменили эту историю. Но добавляют там ку-слов. Какой-то хрень. Все. Я уже даже не вижу смысла туда ездить. Цены выросли. Да. То, что я раньше покупал вот эту шавуху. Сколько она? 170 или 180 стоила? Обычная куриная. Сейчас 200. Короче, что-то не то. Так что больше не рекомендую. Хожу зад-вперед, зад-вперед. Тебя жду. Ну все. Я косички запила, потому что вчера я намучилась опять на байке. Свершила ошибку. Поехала с распущенными волосами. И вечером страдала. Сильно страдала? Сильно. А что это такое? Это платочек для волос? Это не платочек. Это такая резинка. Я ее здесь купила. Хвостик завязываешь. Это такие швещинки. Очень красиво. Очень красиво. Мне понравилось. Я, правда, еще ни разу не надевала. Но как-нибудь. Все, в принципе, пакет собран. Главное, чтобы он поместился. Мой скульпик. Не-не-не. Не поместится. Да? Ну, конечно, мы его будем на крючок вешать. А вдруг поместится? Да не, вряд ли. У нас же там еще, чтобы дождевики. Ну, это куточки. Они все равно не помогают. Даже когда дождь, мы их не надеваем. Ну, там прикол с дождевиками. Вот правда, ребят. Их надеваешь, все равно какая-нибудь дырочка есть, по которой в итоге тебе в очко все залетает. Ты 10 минут и проедешь под дождем, под этим дождевиками и будешь насхнуть мок. Да, согласен. Кстати, хотела сказать, что вот эта палка, на которой я снимаю в Москве, стоит 6 тысяч рублей. И в Таиланде можно купить две за эту стоимость. Ну, по цене российской. Я имею в виду. Классно. Офигенная, как бы, информация. Очень. А еще, Катюха, меня вчера подстригла. На. Прокрути. Пусть из-за перед меня все будет. Горшочек я? Нет? Давай на свет. Ну, только я не хочу, чтобы меня это... Ну, ты же не профессиональный парикмахер. А мне вообще пофигу. Ну, лучше, чем было вчера. Гораздо лучше. Но, понятно, я не парикмахер. Да? Все, давай, Катюх. Идем. Я готова. Телефон-то не делай. Я не знаю. Поставил наш скупий в уголочек. Думал, здесь будет тенек. Но, ни хрена. Ну, давай, вези меня. Че, женщина. Я? Ну, а кто? Я, мам. Я немножко побалдею сзади. Тем более, ехать недалеко. А ты сразу хочешь в аквапарк? Почему же? Почему же даже... Мы же туда заедем в место, которое ты мне порекомендовала? Я иду по этим уже. Может, я там, а то может. Я теряю спину. Нет. Не надо петь. Вдруг авторские права. Авторские права, если ты оригинального. Но похоже на оригинал. У тебя очень четкий голос. Пропустите женщину на ста кубиках. Ну, че ты будешь от меня уезжать? Ах, ты баловень. На, держи камеру. Почему баловень? Ну, просто. Оп. А все-таки Андрей это постоянно делает. Я к нему подхожу, он к газку. Я опять подхожу, он опять к газку. Оп. Стой, ты куда ноги ставишь? Я одной рукой держусь. А куда мне их? Блин, господи. У меня очко горит. Я сейчас в купальных шортах. Там сеточка. Ой, какой все горячее. О, какой все горячее. На месте. Вон заведение. Называется Коин. Сейчас туда поближе подойдем. Катя питает надеждой все-таки запихнуть. Но вода точно не влезет. Или влезет? Посильнее. Так это. А, ну все. Влезло. Телефон не забудь. Молодец. Давай. А дальше? Вот. Другое дело. Так, сейчас у нас небольшая задачка. Перебежать дорогу. Давай вот сейчас. Вот сейчас. Хоп. Да. И мы молодцы. Голодный? Ну там, да. И я. Что ж там интересно? Я не знаю. А я не критикую тебя, если не вкусно. Ну тут смотри, на логотипе сразу шавуха. Да. Стопроцентная свежесть там. Секретный соус какой-то. Видела? Почему написано? Закрыт приблизительно до 10 марта. К сожалению. Ну это сеть. Да, сеть. Ну давай еще посмотрим. Доброе утро, друзья. Это, конечно, многострадальный влог, потому что я его записываю уже несколько дней. И в итоге мы решили отменить нашу тему, про которую я рассказывал в начале влога, про канатную дорогу. Ну потому что банально очень дорого получается. 3000 на человека сама вот эта трасса основная. Еще 1000 бат надо заплатить за роллер. Как она называется? Я уже забыл. Да. И плюс поесть. Короче, там по деньгам получается крайне дорого. За эти деньги можно несколько раз ходить в аквапарк и больше удовольствия получишь. 25 тысяч рублей получилось. Да. На рубли 25 косарей. Ну я решил сто. Ну его нафиг. Короче, что у нас происходило за эти дни? Мы сгоняли Border Run. У нас сейчас виза до 21 апреля, по-моему. Да? Или 24-го. Вроде 21-го. То есть у нас месяц, по сути, с тобой остался. Да. Да, сегодня 12-е число. Не знаю, когда выйдет этот видос, потому что у меня там очередь такая скопилась вообще. С видео чуть в последнее время не складывается. В основном мы просто бакланим, куда-то гоняем и мало записываем. Что из интересного хотел сказать? Мы вчера походили по ТЦ, купили. Блин, я так рад, ребята, вообще. Купил себе наушники AirPods Pro второго поколения. Стоили они 8 990 бат. То есть я себе взял, котюхи взял. И очень доволен, потому что у них шумодав прям просто огничий. Я об этом писал в телеграм-канале, но вот решил еще и на ютубчике об этом рассказать. И кайфово то, что они заряжаются от вот этой плюшки, которая для часов пикнула. Что мы сейчас будем делать? Кататься, развлекаться. Может быть на рыбный рынок сгоняем. Что-то там ямчика захотелось. Вот. А что мы еще купили с тобой? Ну всякие там шортики тебе взяли. Шортики. Рюкзак. Ты показала? Не, не показала. Вот такую бандуру взяли большую. За 2300 бат. Потому что у меня маленькие рюкзаки. Ну и хотелось что-то побольше. Я надеюсь пропустит его вручную кладь. Я тоже надеюсь. Это больше похоже на чемодан. Ну потому что он, да, здоровенный. Ну зато сюда много шмотров влезет. Сейчас я здесь, кстати, оставлю. Шмотров, потому что у меня там трусишки прохудились. Конечно, такие себе подробности. И шорты. Блин, ребят, вообще сгорели, конечно. Вот посмотрите. Может видите разницу? Здесь темно, потом хоп и такой коричневый след. И здесь то же самое. Это вот на байке катаешься. С ними уже ничего не сделаешь, не застираешь, не исправишь. Поэтому я в них дохожу и, соответственно, выброшу. А шорты я себе тоже чемпионки купил. Черные, где они у меня лежат. Просто обычные. Нет, это штаны. Ты же их штаны положил. А, я их уже на дно точно рюкзака положил. Ну-ка, помоги мне. Не получается. Что там заел? Тетка, которая нам в костюмчики продавала, подарила какие-то полотенца. С собой тоже заберем. Ну вот они. Просто черненькие, хбшные, прикольные. Вот такие. Я не буду их здесь связать. Потому что они тоже покроются вот этим коричневым налетом. Стоили они, по-моему, ну... А, ну вот, 1690 бас. Вот такие приколдесные. А у Катюхи всяких вот этих шортиков, топиков. Конечно же, будешь показывать и все на канале? Да нет. Вот это мне нравится. Это мы вчера купили? Нет, это тот, который мы еще тогда покупали. Я второй белый, который купили, не буду здесь носить. А, ну окей. А костюмчики здесь... Ну ладно, пусть Катюха у себя на канале покажет. Мне единственное, вот эту модель покажем. Очень нравится. Вот, так что собираемся с тобой и валим. Так, это мои нет, это твои шорты. Это домашки. Я их специально туда положил. Куда? Ну, вот этот импровизированный диванчик. Ну ладно, окей. Еще вчера такой толстовку хотел купить, клевую. Тоже чемпион. Но, к сожалению, не оказалось размера. Надо вообще все это было дело записывать. Но я что-то какой-то ленивый в последнее время. Прикрасываю камни. Да. Немножко погоду покажу. 12 число. Безоблачно, по-моему. Но есть легкая дымка. Вот такая красота. Ладно, я обязательно сосредоточусь на видео. Потому что согласен. Там такие промежутки большие. Ну, еще и по работе, на самом деле. Ребята, что-то не получается. И вот так много в последнее время, что уже не хватает сил. После 10-11 вечера по местному сидеть и монтировать. Ну, ничего. Исправим. Исправим. Надо будет еще, знаешь, что купить перед уездом. Батареечки для GoPro. Здесь они стоят гораздо дешевле. Ты хотел еще взять черный такой блочок. При нем вообще раскладывай на камеру. Нет. Потому что ты хотел белый, который для MacBook не использует. Да. Я тоже об этом не говорил. Зашел в Apple. Взял вот такой блочок. Вот смотрите, какой он маленький. Прямо максимально. При этом он 100-ваттник. Можно и MacBook заряжать. Потому что он 30-ватт ему всего лишь нужно. И iPhone, и часы, и что-то-то. Просто Type-C. Вообще офигительно. Там было на коробке написано, что самый маленький и самый мощный блочок в мире. Вот. Стоил он 3,5 тысячи ватт. Не дешево, но он клевый. Надо будет еще это такой взять в центр или потом я тебе его поставлю. Двое тумбочки. Что считать? 3 Type-C и одна просто USB-шка. Офигенно. Я еще чихнула. Чихай. Чихай. Ну все. Дуан, затянули уже с этим куском. Сейчас ты меня будешь катать, да, дядь? Ну можно. Я не против. Солнце в зените. Вышли мы практически в 3. Да нет, возьми, говори вот так. А, как в микрофон? Да. В расчесочку. Окей. Блин, ну мы плохиши, конечно. Нам надо исправлять ситуацию. Это невозможно. Весь световой день просрали. Сейчас поедим, и через 2 часа уже темнеет будет. Ну да. Вообще не очень. А ты говорил, что суббайки? Да, как раз в этом видосе. Я и решил его продолжить. Потому что там много чего записано. Он, конечно, не суразный. Но ничего страшного. Это же просто влог. Стоп, стоп. Так, расчешемся. Про бордеран. Кто-то спрашивал в комментариях. 3600 бат стоит на человека. 7200 вот мы за двоих заплатили. Но на рубли умножайте. В гугле не совсем такой курс. То есть он напишет, там, какой-то 2 коэффициент. 2 с чем-то. А на самом деле на 2,3 надо умножать сейчас. Ну, если посчитать по обменному именно курсу. Дороговато. Но больше нам не придется платить. Потому что через месяц мы тетю домой. Да. Страдаешь? Не то чтобы страдаю. Просто пытаюсь наслаждаться последними вот этими вот деньками. Месяц здесь. Потому что когда мы прилетим в Москву, конечно, 30-чки уже не будет. Но все равно будет середина апреля. Уже вторая половина. И я думаю, норм будет. Весна мне тоже нравится. Мне нравится, когда вот эта вся зелень распускается, пахнет. Блин, не знаю. Вот, ребята, вы замечали когда-нибудь запах весны? Когда зима уходит, и вот первым выходишь на улицу, чувствуешь, что... Такое тепло, да. Но тепло именно запах есть. Не знаю, может быть, это растение его тогда и не знаю. Я чувствую. Иногда вот бывает, знаешь, прям холодно. Потом выходишь, что такое солнце уже теплое становится. И запах. Да. Но у меня есть планы на Москву. Поэтому меня это радует. Не буду я грустить из-за того, что мы отсюда уезжаем. Планы есть. Не, ну нормально. Мы здесь ничего себе. Сколько протусили. Ну да, да. Мы здесь много. Правда, жалко то, что у тебя прям постоянно работа. Просто я на самом деле без Андрея не особо-то куда-то хочу выезжать. Мне скучновато одной кататься. Слушай, ну мы вот вчера ребят встретили, когда в ТЦ ехали. Ну да, может быть, если девочку увижусь. Вот если бы ты не работал, и все эти четыре месяца мы здесь просто бы отдыхали, тогда да, это прям вот так с ума сойти можно. А так как ты работаешь, у нас получается только выходные, а в будни мы ничего не делаем. Выезжаем утром прокатиться на полчасика, кушаем и все, идем. В последнее время я и утром никуда не выезжаю. А по поводу, если бы я не работал, мы бы здесь не жили. Все просто. Ну да. И сидели бы в Москве, курили бамбук. Ну что, давай, красотка, кати меня куда-нибудь, вези кати. Ты на рыбный рынок хочешь? Ну я потом ямчика, единственное, единственный минус. После него ты весь мокрый. Вот. Или вечером его съесть. Че поедим? Вот че ты хочешь? Блин, ну я не только думаю, чего я хочу, а че мне надо. Потому что мы, допустим, овощей очень мало едим, клетчатки. А я вчера полторы пиццы сожрал. Ух, ребятки. Опять же, в телеге я об этом писал. ММ-пицца на Найхарне. Просто там селман и дьяволу я взял. Очень понравилось. Обязательно возьмите, если будете где-то там поблизости. Очень кайфово. Я же говорил, да, на камеру или нет? Что? Когда я сильно объедаюсь, у меня уши закладывают. Да, было когда-то. И я вот вчера тоже до такого эффекта наелся. Поэтому я сейчас и не голодный. Полторы пиццы сожрать. А я причем не маленькая. Я ел, 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 ел. Я еще одну особо не знаю твою. Какую? Что это иногда нас закладывают. А, ну мы это упустим же. Да. Ну что, погнали? Что будешь кушать? Ой-ой-ой-ой. Что будем кушать? Сейчас решил. Давай, выкатывай драндулет. Мне вот интересно. Вообще, люди со стороны вот смотрят вот это все наше. Нравится им это смотреть? Всякую херню несем. Зато чистый лайф. Так, на, подержи чуть-чуть камеру. Куда тебя везти? Шеленьчик. Да я хрен его знает. На самом деле я бы съездила в Лаке, если бы они менюшку не изменили. Съела бы этот сборный салатик. Но уже не вариант. Единственное, где можно взять еще сборный салатик, я знаю, ВИКафе. Мы там не пробовали это делать, но там есть такая возможность. Но, блин, в этом ВИКафе, который у нас на Рывайе находится, блин, они два часа заказ на сутки. Не, я не хочу. Это мы сейчас будем реально до заката просто. Ну что, куда едут? Не знаю, ну давай в сторону Равая, а там решим. Ой, я вам еще хотел показать пальму вот эту. Я надеюсь, вы увидели, что там кокосы. Они уже высохли. И высота этой пальмы примерно пятиэтажное здание. Я думаю, если там кокосик свалится, ветер как-нибудь неправильно подует, и будет припаркована тачка, будет очень весело. Я думаю, там крышу нахрен пробьет. Ну ладно, выезжаем. Так, Николаевна, да, притормаживаем. Я так рад, что у нас рыбный рынок рядом. Вообще класс. Буквально три минуты ехать. Увидели сейчас вот этого чувачка с кокосами. И Катя такая, надо себе взять. А я себе, наверное, возьму. Может, ананасовый. Не знаю, решим сейчас. Давайте вам немножко антураж покажу. Многие, конечно, здесь были. Тут и смотки, и фрукты, и заведения. В Москве будешь скучать. Да, я так любила кокосов с ума с вами. Ну и мы на месте. Заведение, в которое мы ходим постоянно, это Мухмани. И напротив, здесь, в прилавочке, где можно всяких гадов повыбирать. Не, не, куда ты, куда ты? Давай я сам. Да, ты что, с ума сошла? Ну, когда я езжу без тебя, я так его двигаю. Я запрещаю тебе, ты что? Ты же девочка. Запрещает. Ну, это не на камеру, я правда ругаюсь. Тебе нельзя тяжесть потаскать. Че-то креветочечки. Смотри, полненько. Не дает. Сейчас я татья отругают, скажешь. Don't touch. Или кальмар. Смотри, какие глаза приклонились. Привет. Привет, он сейчас как в атаку пойдет. Ну ладно, ребят, мне тут здесь точно ничего не нужно, потому что я том-нибудь возьму с рисом. И креветки у них и так есть. Вот, ну а Катюха. Даже не знаю, что будет. Да бери креветки, не выдумывай. Ну вот мы взяли сколько, 6 или 7 штучек, да? Такие достаточно крупные. Когда их приготовят, я вам обязательно покажу. Буду коконат. Обязательно коконат. Так, котик. А я не знаю, что попить. Я еще решаю, думаю. Тебе всегда одно и то же. Либо пашинг-прут, либо кола. Я тебе помогла с выбором. А может, я что-то другое закачивал. Откуда ты знаешь? Окей. Для меня том-ям-гунг. Креми. Том-ям-гунг. Том-ям. Ты знаешь том-ям? Том-ям. И стим-райс. Креми, окей? Том-ям-чике. Том-ям-гунг. Господи, мне кажется, тут пять просто собралось вокруг меня. Я им объясняю. Стим-райс. Том-ям-гунг. Креми. Окей? Есть, как? Окей. Окей, да? Все. Она, короче, не разобралась со мной. Отправила другую тайку. Ну, так бывает. И самое главное. Вот один раз помнишь, что она на меня злилась? Что ты ей говоришь пять раз уже об одном и том же? И можно и десять раз сказать. И в итоге ты все равно не получишь нужного результата. Так, с сожалению. Так бывает. Что, определилась? Я не вижу гарниров. Я найти что-то не могу. Да возьми рисик и все. Надоел? Мы же вкусные. Дело не в том, что он надоел, а в том, что я... Тут есть, может, ботейк. Так вот, дело в том, что очень для меня даже маленькая порция, она для меня большая. Ну, не доешь и все. Слушай, ну, пюрешку брать, креветку, у меня крем, я не раз в жизни так не ел. Необычный экспириенс. Рис вот подходит хорошо. Ну ладно. Для меня. Томьянгунг? Томьянгунг, да. Да. Только шрим, только шрим. Кремый. Да. Окей? Окей. Муси, да у меня. Да, 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 да. И фанта оранж. Фанта оранж. Фанта оранж. Фанта оранж. Нет, нет айс. И, извините, фанта оранж. Фанта оранж. Фанта оранж. Фанта оранж. Фанта оранж. Фанта оранж. Коконат, либо красу. А, и вот коконат. Айс-коконат. Коконат. Все, вроде разобрались. Мы половину времени здесь тратим на то, чтобы заказать. И за пять минут съедали. Как бы это смешно не звучало. Здесь такой цвет уебский, на самом деле. Ну, я вот смотрю, бледные такие, смотри. Слышишь, надо запикать то, что ты сказал, и внизу просто написать «плохой». Если этот цвет плохой. Это как в этом, блин, пацанки, да, они там ругаются, и внизу просто. Нехороший человек, типа того. Иди очень далеко нехороший человек. Мы же принесли креветки. Одной поделишься? Да. Вот, достаточно большие. Ну, по сравнению вот с айфоном, как бы, вот смотрите. Это они еще, конечно, скукожились от того, что их приготовили. Вот этот соус мне еще нравится, очень вкусный. И мяса там много. Горячие, да? Пипец. Ну, терпи. Кокосик, я себе панту взял. Тут, конечно, такие интересные бутылки. Вот эта, когда была изготовлена? В 97-м году. Представляете? И а их тайцы сдают, и потом заново наливают напитки на заводе. Вот. Прям видно, да, что она такая ушатанная. И у них странный объем, 280 миллилитров. То есть, я нигде такого объема не видел. Привык 250, 330, там, пол-литра. А тут 280. Как тебе в целом? Как тебе? Ну, большие лучше, чем мелкие. Мясо-то побольше. Чуть-чуть мяса больше, но они не отличаются практически. Просто это побольше. Ну, приятного аппетита. А я продолжаю ждать свой том-нямчик. Ну, вот нам все и принесли. Здесь вот такой том-ям. Креми очень вкусный. Правильную зелень кидают. Ну, просто офигенный. Попробуйте. Все, у меня уже слюнки текут. Потом вам еще покажу, сколько нам это все стоило. Ну, бат 800 мы точно заплатим. Том-ям здесь дорогой. 350 бат. Охренеть. Если на рубли перевезти, дорого. Мне кажется, и в Москве нужно такую цену взять. Но здесь он точно вкуснее. Вот, когда мы были в Барабуле, там том-ям где-то на 4 из 10. А этот прям офигительный. На восьмерочку точно. Я и вкуснее, правда, ел. Но этого заведения уже нет. Короткая справочная информация. У нас счет на 543 бат. Вообще норм. Слушай, а давай это, знаешь что? Вот так. А, не, ну хотя лан, я тысячу дам. У нас еще мелочь появится. Ну, короче, вот так. Все? Да, пожалуй. Сдачи-то мы не будем записывать. Катюх не унимается. Говорит, еще хочу касать тебя. Ну, давай. Чего нет-то? Оп. Главное, скорость соблюдаю хотя бы 60, потому что после том-яма я, блин, весь мокрый. Но тут небольшой замес, конечно. Очень узкие улочки. Много машин, байков. Тут периодически подтупливаем для того, чтобы проехать. Возьми в город. Продолжение следует... На такой горке наш Скупи больше 40 не разгоняется, к сожалению. 100 кубов всего. Следующая наша точка – Старбакс. Короче, Катюха один раз брала здесь клубничный напиток. Он продается только в Тае. Написан эксклюзив. Мне клубничным нравится больше не сам напиток, а вот эти вот там такие клубничные... Не знаю, как это говорить. Я понял. Ну нет, мы так не договариваемся. Это мое. Нет. Ну я же тебя не съедал. Не-не-не. Съедал? Я тебе сколько вы дала, помнишь? Катю. Да, давай без Джонни делиться еду. Джонни делится еду. Катюшка, меня это заблудили, но все, на чуть-чуть, я совсем чуточку беру. Не верю я в твою чуточку. Правильно. Ой, как здесь хорошо, прохладненько. Вон, друзья, этот напиток клубничный. Строкбери, куки, крамбл, крим, поп-кучино. Вот я его буду. Ты еще выбираешь? Что-то съесть хочешь? Да. Вот такая здесь симпатичная атмосфера. Мы взяли латте, вот этот клубничный напиток, и я себе взяла какие-то панкейки с кремом сверху. И с нас собрали 100 тысяч миллионов. А если быть точнее, 540 бат. У нас обед, блин, дешевле, по-моему, на 1 бат получился. Вот этот напиток, который эксклюзив тайский, он стоит 255 бат. На русский это сколько, 600 рублей примерно, чуть меньше? Ну, давай на каркуляторе, чтобы быть точным. На каркуляторе? Да. Умножить 240 на 236. 255. 255 на 236. 255 умножаем на 236? Да. 600 рублей. Ребята, смотрите, какой лат. Трубочка нужна, да? Это мне нравится, да. На улицу? Как бы я хотела. На улицу. Я боюсь это разлить, господи, помогите. Надеюсь, я это не разолью. Тут еще порожек. Мама! Какая ручка холодная. Ты еще мельный нанесешь. Сюда? Ну, давай сюда. Хочется, да. Жесть. Сейчас я камеру поставлю. Мне просто интересно. Держи трубочку. Правда, здесь темно для съемок. Держи трубочку. Итак. По сравнению, мне кажется, кружка, я так смотрю, она размером с головы твой. Как ты так? У меня большой. Мы сам корзавыли. Показывал. Тебе сделали еще панки. А что болтать? Все, мы сейчас будем лопать, пить кофе. Напиток вот этот. Приятного аппетита. Ну что, Мак, скажи, что-нибудь. Не буду ничего говорить. На камеру не буду. Соскучилась-то, Роман? А вы сами соскучились уже по дому? Да. Катя, нет, я да. По России не особо, а по дому, да. Не патриоты вы ни разу, вообще. Так, и мы с Катюхой приехали на наши любимые скалы за Найхарном. Причем Катя даже ничего не сказал, а просто ушла и все. Я сказала, что это несовременная, а ящерица. Что там? Да ящерица. Ее видно? Уже нет. Ну и все. Главное, аккуратнее быть. Смотри, как я тапки свои испачкал мощно. А, ужасно. Ну да, и на дереве посидим. Да, да. Сейчас пройду, да. Смотри. Ой, какой-то. А что там? Да, мне показалось, что думали, что это ящерка. А это типа листика. Захотелось, да, в общем, побродить, походить? Да. Ну и правильно. Там вот у людей съемки происходят. Может, не будешь их смущать? Не буду. А ты с вами идешь зачем-то туда? Я их не буду смущать. А. Ой, смотри. Я вот так хотела. Ой, прикольно. Нет, говорила, они с горы спускаются. Я танки. Крутяк. Вон там чувак свою, мадам, сфотографирует. По кругу он носится. Успешные кадры выбирает. Тебе так же надо, да, естественно? Ладно, мы сейчас повтыкаем. На Найхард посмотрим, покурим. Ну, я вам небольшой 360 запишу. Не, наверное, 270. Что вам на ветке смотреть? Вот такая здесь красотень. На фоне это Найхард. Ты его видишь? Угу. Ммм, я боюсь. Пойдем. Я не понимаю, он вообще жив? Нет, это может быть вкусно. Он не жив. Либо спит. Крестики-нолики будешь играть сам? Давай, крестик. Нолик, нолик, окей. Смотри дальше. Крестик. Ах, она какая-то. Нолик, да? Рисуешь ты. Теперь смотри, как я тебя приглашаю. Ну, ты че? Ну, ты че? Ну, ты че? Она нам все испортила. Она нам поле сломала с тобой, братан. Давай, держи, пятюню. Ничья будет. Вот так вот. Вот так вот. Контактируй с тайцем. Вчера доколебался до тетки, что она перевела с тайского на английский. Сайт там был. Без опции выбора перевода. Ну, и че? У нас, в принципе, день-то сейчас заканчивается. Сейчас посмотрим на Равайское побережье. Да. Самое интересное, это впереди. Такие прикольные штучки. За кадром, так скажем. Смотри, мне так нравится разглядывать все, что здесь валяется. Вот с собой бери. Классно. Вот это красивое, да. Это красивое. Такое пупырчатое. Ну, давай, я покажу Равайское побережье предзакатное. Очень красиво. Вода ушла, обратите внимание. Лодки на приколе вон. Извини, что перебиваюсь. Я хотела спросить, а если я положу сейчас себе сумочку, у меня случайно оттуда всякие букашки не полезут в сумку? Да нет, конечно. Точно их там нет? Точно, точно. Обалдеть. Ой, прям новенькая. Смотри, какая чистая такая. Вообще красота. Да, это я тоже с собой собираю. Вот такие невозможно в Сочи найти. Они все поломаны. А здесь есть они, да. И фиолетовые. Ну, ладно, сетка такая фиолетовая. Ну, это маленькая. Все, ладно. Хотюха будет собирать. Сейчас, если найду местечко какое-нибудь приколдесное. Хотюх, если у тебя потеряется наушник, я тебе нашла новый запасной. Держи. Видно? Да. Подходит? Вообще шикарно. Да. Морской аирподс. Да. Там дети палками играются. Глаз. Смотри. Это прям глаз. Да. Классный, да? Шоколадный. Хочешь, шоколадный? Ну что, ты начинаешь? Все, я заканчиваю. Вот так вот. Блог? Хоп.